Паразиты только от злости лопнут. Ну, всему своё время, пока ещё не прошло. Дальше. Ну, здесь спрашивается, в славяно-арийских иведах, написанных 40 тысяч лет назад, не написанных, а записанных, если говорить о Перуне, посещении Земли, это он прилетел и сообщал жителям, нашим предкам, то, что будет 40 тысяч лет наповерёд. Были предсказаны все события, которые произошли, и вопрос, почему боги, предстоит светлых сил, не вмешивались в происходящие на Меркадземле события, если они их знали заранее. Не захотели, не могли, и ещё какая-то притча. И что можем сделать мы, простые и смертные, если даже боги не могут помешать тёмным силам творить их свои грязные дела? Вот это тоже отпечаток, я думаю, христианства, прямым или косвенным образом, но он есть. Во-первых, постараюсь ответить вопрос наиболее объёмно, полно. То, что, понимаете, одно дело события видеть, а одно дело события изменять. Понимаете, вот опять-таки сказываются среды уже искажения миропонимания. То, кого называли наши предки богами, это не были всевышние, которые творят вселенные и тому подобное. Понимаете? Это были разумные существа, люди, некоторые из них существовали. Помните, источник жизни, почитайте, где в богах раскрываются крытые силы. Вы помните, да? Значит, это просто люди, которые достигли эволюционного уровня, больше, чем другие. То есть, в силу своих генетических способностей, потенциал генетического способности, сущность, комбинация, всё даёт возможность тому или иному человеку продвинуться в развитии дальше. Вот они вышли на уровень творца, но уровень творца, это не значит, что вот вы только проклюнулись, творцом стали, да? И вы сразу можете вселенную вращать и создавать. Ничего подобного. Просто проекцию провели, что вот навязанных христиан, что бог, это значит, может всё. Опять-таки, правильно быть, то, что наши предки называли, это не бог, а иерарх. То есть, человек, в данном случае, в большинстве случаев, который вышел на уровень творения, имеющий в виду создавать что-то. И этих уровней и подуровней после этого существует множество. И всё зависит от того, на каком уровне развития находится тот или иной иерарх. И поэтому, если в тот момент Перун находился на определенном уровне развития, гораздо выше, чем все остальные, если есть то, что он мог делать, это было недосягамо для подавающего большинства людей, того его уже имени. Это не значит, что если он мог видеть события в будущем, что он мог менять будущее. Это первое. А второе, что мы можем делать, если смертные, простые. Смертным мы становимся тогда, когда мы сами себя гробим, когда мы умираем внутри. А вот если каждый человек будет стараться продвинуться вперёд, и пускай даже он не продвинется очень много, но он продвинется максимально, что он сам может, он реализует сам себя в этом воплощении. Понимаете? Задача каждого не добиться чего-то, того, что он не может добиться. Задача каждого добиться самореализации, максимальной самореализации. И здесь нельзя сравнивать, вот почему он добился того-то, а почему я этого не добился. Почему ты смог сделать это? Вот это вот то, что навязывается нам, это вот гнилость, извините. Нужно радоваться за другого человека, если он смог добиться чего-то. Ага. Это помните, как анекдот? Ух, собака, машину себе купил, когда в советское время, помните, да? И так далее. Нужно, если человек это сделал честно, своим трудом, не убив него краф и так далее, нужно радоваться за другого человека, что он смог достичь чего-то. Поэтому вот, когда мы живем себе вот такое вот рабство в душе, это рабы ведут себя, они завидуют другим. А человек свободный, он никогда не будет завидовать другому. Зачем? Свободный человек в том плане самореализации. Он знает, что и кто он, и зачем. И поэтому, если мы, каждый из нас будет делать то, что он может и максимально, они думают, а, это невозможно. Понимаете? Невозможное, оно почему невозможно? Потому что мы сами ставим блокировку. Конечно, не у каждого получится. Но все равно, если человек сделает, у него получится что-то. Пускай не все, что он хотел, но получится все-таки что-то. И это что-то будет гораздо больше, чем ничего, с моей точки зрения. И поэтому каждый человек на любой ситуации должен, с моей точки зрения, действовать, заниматься того, чтобы добиться всего. А вот что, смогу я это сделать или нет? И придут в это усилие. Через именно труд, колоссальный труд, человек может продвинуться. Понимаете? И, понимаете, многие считают, потому что, опять-таки, навязали, делать ничего не нужно. Вот, типа, за Господь Бог все сделает или посиди, только попроси, и тебе все дадут. Вот кому-то дали чего-то. Вот сколько тысячи лет, что-то ничего-ничего не получают. Сколько не просят, кроме проблем, ничего не получают. Поэтому уже поразвать вывод, что просить, никого ничего не нужно. Нужно добиваться своим трудом. И труда нужно много, и действительно много. Пример, вот, чтобы было, что для того, чтобы сделать, вот я сейчас выставил последнюю статью сегодня, несколько дней назад по источнику жизни, да? Две статьи, это в течение полутора месяца. Это 402 иллюстрации, только иллюстрации сделать, так? Вот посчитайте, сколько времени мне потребовалось, чтобы сделать 400 иллюстрации. Минимум 15 минут на каждую. Это минимум. Это только иллюстрации. Это полгода работы, обычной работающего человека, если посчитать, по 40 часам, да? Разделить. Это только одна статья. А это же статью я делаю между всеми остальными. Понимаете, просто не нужно труд, единственное, что может нам помочь сделать. И если даже человек имеет талант, и не будет ни чего-то работать, то ничего не произойдет. Понимаете, вот некоторые говорят, вот мы все хотим, но ничего не хотим делать, все хотим. Не получится. Даже то, что кое-что я успел, смог сделать. Опять-таки, вот эту статью за последние полтора месяца делала, которую, это я делал между всем остальным. Это не только это дело, а это побочие, знаете, сбоку. Понимаете, если мы будем работать, если мы будем трудиться, мы ничего никогда не достигнем. И именно вот это я хочу, понимаете, никто нам не придет и не принесет на тарелочке, злобокоемочке хорошую жизнь, так? Если мы сами за эту хорошую жизнь не будем бороться. Не глотки грызть друг другу, я этого не призываю, а именно бороться, чтобы не допустить подлости, низости, которые происходят. Вот, наши, кстати, ребята с движения ездили, это Владимирская область, да, в Артанкарсе, да? И там, вот пример прекрасный, в одном из городков Владимирской области люди уже стали, ну, впали, ну, в прострацию от того, что наркомания, все заселено, молодежь гибнет, и так далее, от наркотиков, и тому подобное. Что они сделали? Они не стали писать там жалобы, обращаться к письмам, потому что чаще всего делают. Они пришли к своим, ну, говорится, жителям своего города и сказали, вот, такого уже это достало, чьи дети погибли, погибали от наркотиков, и сказали, мы предлагаем вас, выберите нас в управление городское, или там, поселок, не знаю, что там, мы разберемся с этим. Люди их знали в лицо, знали, кто они, что они, и поддержали их, выбрали их. Что произошло после этого? Они, получив официальную власть, выборы, выбрали же, правильно, администрации, и так далее, и так далее, городская, уволив всех милиционеров, прокуроров, набрали людей, которые не продаваются, которые понимают, что наркотики, да, деньги можно получить, взятку от цыган, примерно, которые распространяют там, наркотики, и жидкий человек будет, но когда его, собственно, ребенок погиб от этого, такой человек никогда не возьмет взятку за наркотики, чтобы позволить эти наркотики распространять. И что? В этом городе нет наркоманов, нет наркодельцов, милиция работает как положено. Видите? Не ожидая, что там царь-батюшка придет, и все принесет. Вот то, что это как раз подтверждает, то, что я говорил, выборы должны быть, проходить много уровней, то есть люди вот знают друг друга, знают, на что человек способен, дают ему право проявить себя, выбирают его, справляется, оставляют, не справляется, заменяют, потому что они знают этот человек и видят его результат. А те люди, которые уже это, выбирают уже более шумно, потому что они видят, как он справится со своим. Но прямые выборы, это псевдодемократия, которым навязали те же самые враги, когда люди выбирают людей, которых и ни чета не знают, потому что средства информации могут сделать все, что угодно. Я, например, знаю, что на меня в спецслужбах лежат файлы. В одном месте лежит файл, где истинно отображена информация, что я делаю, и как я делаю, то, что большинство людей не знают, а не знают. А в другом месте лежит файл, что я проходимец, вантерист и так далее. И вот они, зависит от того, что понадобится. Понадобится это, вытащите этот файл. Понадобится это, вытащите этот файл. Понимаете? Вот и называется манипулирование сознанием и трусость, и рабство в душе. Потому что бояться, вытаскивать какой-то, тот файл не пытались, но у них не получилось по некоторым причинам. Почему? Потому что боятся меня, потому что я, хоть чем владеют, чем они не владеют. И, естественно, они прекрасно понимают, что я воин, а не хлюпик. И что я буду бороться за это дело, пока я дышу. А запугать мне сложно в этих вопросах. И даже если они меня каким-то образом уничтожат, это тоже мало чем поможет по некоторым причинам. Поэтому сделать очень многое. И все мы смертные, и я смертный тоже. Кое-что делаю, видите? Хотя я тоже смертный. Так что любой смертный может сделать очень многое, если он будет поставить целью не служить самому себе, а служить делу. И, естественно, нужно иметь смелость и храбрость, стержень, чтобы это делать. Потому что многие боятся. Вот опять-таки, здесь у меня лежит информация по поводу движения. Да, у нас растет движение и так далее. Но, смотрите, книгами, только по двум сайдам 900 тысяч скачано гораздо больше в реальности. А в движении всего 500, меньше, чем 500 человек. Почему? Боятся люди. Потому что вот мне говорили, кто участник движения, что их даже спрашивает. А вы не боитесь, что вас уволят с работы? Ну и что? А что? Получается, что если ты отставишь правду, значит, страх о том, что уволят с работы, да, уволят с работы, да, это неприятно, да, это проблемы. Но, извините, если мы не будем бороться, почему такое возможно? Потому что единицы пока это делают. А вот если бы все делали, активно были, то всех не уволишь, всех не перестреляешь. Понимаете? Потому что паразиты, они не могут существовать сами по себе. Им нужны, как говорится, доноры, на которые они паразитируют. Поэтому донора они никогда полностью не уничтожат. Поэтому всех никогда не уничтожат, потому что тогда они сами загнутся. А вот пока все в страхе трясутся, то а как же им я буду кормить свою семью? А вот как же там, что же мне завтра жрать, не о чем будет? Так, извините, выбирайте. Или вы хотите быть свободными и людьми, и ваши дети, и внуки, и так далее. Или вы хотите стараться рабами. Вот нужно выбирать, нужно действовать. И действовать не обязательно выходить, если ты кричать направленное действие, нужно просветление, когда люди начинают понимать, когда пробуждаются люди. И чем больше, почему, что мы делаем сейчас, это агитация, то есть просветление. люди должны понимать, зачем, почему нужно что-то делать. Потому что людей настолько облили столько множества лжи и фальши, что люди уже перестали верить во что. Это тоже специальное действие паразитов, чтобы они специально подсовывают людям ложь, для того, чтобы потом люди перестали верить во что, во все хорошее, только считают, что все это ложь и так далее. И этим самым превращают людей в пассивных, бездеятельных. И тогда манипулируют направо и налево. Поэтому каждый смертный может сделать очень много и пускай не все, но он может сделать все, что он сил сделать сам. И это будет, если каждый сделает то, что он может сделать, это будет вот так. Так что подумайте об этом. Вот спрашиваю, типа, вот, вы, типа, можете то-то, то-то, вместо системы с ваших книг и статей можно узнать, что вас чисто обманывают пациенты, не оплачивают лечения, архангельские губернаторы не выполняют обещания, вас обманывают организаторы курсов в Архангельске и так далее, и так далее. Типа, в чем дело? Да дело в том, что, понимаете, я всегда даю человеку шанс. Это тест на вшивость. И зависит от того, как человек поступает, я прекрасно знаю, но, я считаю, пока человек не сделал действие, его за это нельзя наказывать, правильно? Вот каждое действие человека, во-первых, изначально, когда я такое начинал, я был действительно, думал, что люди хорошие, все знаете, все, потому что мы воспитывались в том, что люди действительно добры и так далее, подлостью, в детстве, мне мало приходилось сталкиваться, и поэтому, естественно, у меня было открытое. А потом, естественно, пришлось статкнуться, в силу того, что я делал, естественно, это было неприятно, когда люди лгали, обманывали и так далее. Но, что я этого потерял? Я ничего не потерял. А кто потерял, только те люди, которые... насчет Архангельского губернатора, я прекрасно знал, что они не будут ничего выполнять, но меня тогда убедили, что я ошибаюсь, Россия изменилась, сейчас другие условия, и что вот у них есть хорошая идея. Я говорю, ну, я поверил, что я ошибаюсь. Надо было не поверить в этом плане, понимаете? Но, вы знаете, в чем, опять-таки, кто от этого проиграл? Я от этого никак не проиграл, опять-таки. Почему? Потому что, что это привело? Это привело в том, что, тот человек, которым я помогал в Архангельске, к примеру, те люди, они, да, получили что-то, но в этом плане они потеряли гораздо больше, во-первых, и дискретируют самих себя перед другими, и так далее, и так далее. То, что в Архангельске организаторы школы Архангельской опять-таки обманули, что я потерял? Да, я прекрасно понимал, что они могут обмануть. Я уже, если вы читали мою, я после первого раза мягко показал, что я не дурак, что мне столько дурить не стоит, ну что я буду бегать с пистолетом или посылать там рейдеров, чтобы они вытрясали, это не мое дело, извините, я так не вел и никогда не буду вести, мне это не нужно. Каждый получит наказание, когда ему придет. Некоторые получают сразу, некоторые позже, в зависимости от тяжести преступления. И я тоже наказываю только своими способами. И я не стреляю людей, и детей не режут, так сказать, как некоторые убивают деньги и тому подобное. Поэтому, что деньги-то тлены, да, они нужны, но из-за них я никогда не буду опускаться до уровня тех, кто это делает. Поэтому, это не с тем, что слепой и так далее, просто человеку, всегда считаю, нужно даже самому последнему человеку последний шанс стать человеком. И если он не становится человеком, что ж поделаешь, это проблема. Уже этого человека. Так что, здесь несколько другое объяснение того, что происходит, чем кажется на первый взгляд, или может кто-то специально распространяет.